Всем привет! Сегодня мы с вами разберем антенный делитель, разветвитель, сплиттер, все эти названия правильные. Причем разберем мы его не только в переносном, но и в прямом смысле этого слова. У меня есть пару ведерок данного оборудования, а вам, я думаю, многим будет интересно посмотреть, как они устроены внутри. Для начала давайте немного теории. Делитель, сплиттер, это пассивный элемент, который служит для распределения телевизионного, эфирного или кабельного сигнала в нескольких направлениях, равных по мощности. Чем он, собственно, и отличается от антенного ответвителя ТАПа, у которого есть вход, выход и плечи, по которому сигнал уже идет с затуханием, который указан на корпусе самого ТАПа. Тип подключения. У стандартного антенного делителя, сплиттера, это F-разъемы. Диапазон рабочих частот от 5 до 1000 МГц. Затухание. Производители указывают разные уровни затухания на этих делителях. По практике, самое хуже, что я встречал, это около там 6 дБ. Ну, на этом я хочу остановиться подробнее. Давайте рассмотрим самый дешевый делитель. Выглядит он вот так. Его я даже не захотел, честно говоря, разбирать. Это цельный металлический корпус. Внутри центральные жилы просто соединены посередине. Три центральных жилы. Вот так внутри выглядит дешевый делитель. Здесь уже присутствует там сферитовое колечко. То есть, как бы сигнал уже чем-то делится. вот так выглядит. Назовем его хорошим нормальным делителем. Так он выглядит внутри. Видите разницу? В принципе, если использовать такой делитель, самый дешевый, то проще сделать обыкновенную, там, правильную, неправильную или, как ее еще называют, капельщики, инженерную скруту. Я думаю, выбор очевиден. Надеюсь, это видео поможет вам определиться с выбором хорошего делителя для себя. Спасибо вам за просмотр. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии. Всего вам доброго. Субтитры сделал DimaTorzok